Эпоха доносов заинокомыслия возрождается с новой силой в стране-агрессоре. Учителя, школьники, коллеги, соседи, прохожие, даже родственники – все стали потенциальной угрозой для человека, который не поддерживает необоснованную агрессию России в отношении Украины. Например, к 21-летней активистке Эльмире Халитовой пожаловали правоохранительные органы якобы из-за того, что она в социальных сетях дискредитирует российские войска и призывает убивать русских. И самое интересное, что донос на нее написал собственный отец. То, что он напишет заявление, было, конечно, неожиданно. И даже не потому, что вот родной отец, а потому что я просто никогда не подумала, что ему просто будет не лень. Мой отец прямо радикально про путинских взглядов придерживается, что вот Украина – это одна большая такая фикция, и вообще там она должна стать частью России. Смотрит Соловьева. Сегодня в России, как и 90 лет назад, за любое антивоенное высказывание можно загреметь в тюрьму. В Петербурге на два месяца поместили в СИЗО активиста Выборгского района, градозащитника Бориса Романова. По делу о фейках, о вооруженных силах РФ ему грозит до 10 лет колонии. Когда занимаешься политическим активизмом, не ожидаешь политических репрессий. Всегда есть надежда на то, что они не настолько глупы, чтобы своими собственными руками плодить новых политических заключенных. Сейчас у меня радикально изменилась обстановка. Заключение – режим неизвестность. Но нельзя изменить идей мира и свободы. Просвещение начинается с мужества. Отправили в СИЗО и жительницу Петербурга Викторию Петрову. На своей странице ВКонтакте она выступила против войны, опубликовала несколько видео Дмитрия Гордона, Александра Невзорова и Максима Каца. За антивоенную позицию активно преследуют и педагогов. Так, кандидаты юридических наук Волгоградского. Государственного университета Романа Мельниченко уволили с работы за репост видео, снятого в Буче в Киевской области. Родители мужчины живут в Украине. У нас всю ночь над Волгоградом был такой шум, очень такой гул, все гудело, и я не знал, что случилось. А потом оказалось, что это тяжелые бомбардировщики над Волгоградом пролетали именно в Украину к моим родителям. Они летели в этот момент, и я был в большом шоке. И я начал сразу смотреть информацию и перепощивать, ну, чтобы люди были в курсе, что происходит. И я никакой вины за собой не видел, не вижу, ну, сейчас не вижу и не собираюсь никакие фейки, никакую ложь в стране. Новый закон об административном и уголовном наказании за дискредитацию действий российской армии и публичное распространение заведомо ложной информации о российских военных был принят после российского вторжения на территорию Украины. Возбуждены уже десятки таких дел. В то же время в России всячески поддерживается пропаганда спецоперации в Украине. Наши армии тревоградная пропаганда! Усугубились в России проблемы со свободой слова. Так, генпрокуратура России признала нежелательным неправительственный немецкий фонд имени Генриха Белля. По той же статье закрыли теперь уже признанный инагентом телеканал «Дождь». А издание The New Times Роскомнадзор обвинил в распространении фейковых новостей после публикации. МВД Украины сообщило о жертвах и Харьков прилетала, Кривой Рог прилетала, Одесса прилетала. Законодательство о так называемой дискредитации вооруженных сфер-расиевых федераций, с которой мы сейчас имеем дело, оно, конечно, настолько политически мотивировано и так плохо юридически прописано, что оно и применяется на практике совершенно хаотично. Весь этот пакет цензурный, военно-цензурных законов, он применяется сейчас совершенно хаотично. И здесь о применении права очень сложно говорить, потому что ощущение такое, что суды, ну и, собственно, Роскомнадзор, они просто исполняют политическую волю. Абсурдность и жестокость правящего режима сегодня видят не только за рубежом, но и в самой России. Так, 23 мая сотрудник российского постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил о своей отставке за войны с Украиной. По его словам, за время дипломатической службы ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу. Я выполнил свой долг гражданина, так как я его вижу. Возможно, впервые за 41 год. За 20 лет моей дипломатической карьеры я видел разные повороты нашей внешней политики, но мне никогда не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года. Те, кто затеял это войну, хотят только одного – навсегда остаться у власти. Борис Бондарев – советник постоянного представительства России при ООН в Женеве. В интервью The New York Times Бондарев заявил, что вина за развязывание войны лежит не только на Владимире Путине, но и на дипломатах. По его словам, они помогали создавать впечатление, что Путин может легко одержать победу в Украине и приносили ему удобные отчеты. Юлия Грановская специально для информационного марафона Freedom на телеканале UA.